МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Оперативный отдел». Я Влад Златковский. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о происшествиях и наиболее заметных событиях в Нижнекамске и за его пределами. Вешал лапшу на уши за 60 миллионов рублей и был таков. Международный розыск черного брокера из Казани продолжается. Громкие дела. Продавали акции только своим и только по заниженным ценам. На скамье подсудимых чиновники. Торговал синтетикой, не выходя из квартиры. Сотрудники МВД Татарстана изъяли у оптового сбытчика наркотиков более 12,5 тысяч разовых доз зелья. Поспешишь, оперативников рассмешишь. Торопилась на работу и лишилась 20 тысяч рублей. Начнем, пожалуй, с громкого дела. Полицейские Татарстана выявили факт многомиллионного мошенничества в одном из районов нашей республики. И снова в центре внимания чиновник, не справившийся с соблазном легкой наживы. Оперативникам удалось установить, что в ноябре 2010 года председатель Палаты земельных и имущественных отношений района, превысив свои полномочия, подписал распоряжение о продаже четверти пакетов акций пары предприятий. Названия в интересах следствия пока не раскрываются. Сама процедура аукциона была проведена с рядом нарушений, а ценные бумаги продавались по заведомо заниженной стоимости. Председатель Палаты заключен под стражу, а частному предпринимателю, купившему акции, назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Оперативники устанавливают точную сумму причиненного ущерба, а также причастность к совершению преступлений иных лиц, в том числе представителей администрации района. Перейдем к происшествиям. В минувшие выходные в Нижнекамске на проспекте Химиков 53-летний водитель иномарки совершил наезд на 35-летнего мужчину, который шел на красный сигнал светофора. Как выяснилось, впоследствии пешеход был пьян. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. Ну и немного статистики. С начала марта сотрудниками ГИБДД выявлено 25 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Произошло 110 ДТП. В Казанский суд передано уголовное дело за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств. Напомним, в середине февраля в результате длительной оперативной разработки сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана изъяли у оптового сбытчика более 12,5 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. Торговля осуществлялась прямо на квартире. По месту жительства молодого человека оперативники обнаружили и изъяли крупнейшую партию различных синтетических наркотиков. Нового поколения, известных в определенных кругах как МДБ, МБ, так называемая рега, ПВП, известного под названием кристаллы, скорость или соль, и так называемые марки. Общий вес изъятого составил более 2,5 килограммов. Задержанный ранее не судим. Официально нигде не работает. В квартире также обнаружены химические реагенты и приспособления для производства синтетики, а также пакеты для расфасовки. Судя по вещдокам, наркотики были основным занятием и источником дохода парня. Как часто вы снимаете деньги в банкоматах? Некоторые делают это практически каждый день. Вы подходите к терминалу, вставляете карту, вводите пин-код, набираете нужную сумму, уходите. Стандартная процедура. Стоп! Ничего не забыли? Нужно еще и деньги забрать. Одна жительница Нижнекамска таким образом лишилась 20 тысяч рублей. Подробности этой потери узнаем в следующем сюжете. Чуть было не лишилась 20 тысяч рублей. Одна из жительниц города из-за того, что попросту торопилась на работу. Дело получило свой ход на проходной завода «Этилен». Женщина вставила пластиковую карту в банкомат, запросила нужную сумму, но не дождавшись ответа информационной системы, поторопилась к проходной. Спустя время банкомат выдал деньги – 20 тысяч рублей. А вот кому они достались, пришлось выяснять сотрудникам службы безопасности компании «Нижнекамск-Нептихим». Были опрошены работники частного охранного предприятия, несущие службу на проходной «Этилен», которые пояснили, что видели гражданку, которая, возможно, взяла данные денежные средства. Сотрудники службы безопасности сработали быстро. Для начала сверили в банке время выдачи денег, затем определили по камерам видеонаблюдения, кто подходил к банкомату. Далее специальная программа определила личность гражданки, завладевшей банкнотами. По данному факту было доложено в дежурную часть УВД. Осуществлен выиск подозреваемой совместно с полицейскими. Последней отпираться не стала, пояснив, что деньги собиралась вернуть после работы, тем более, что была в курсе видеонаблюдения и торопилась на смену. Сама же потерпевшая, в свою очередь, была рада возврату всей суммы и лично поблагодарила сотрудников СБ и работников частного охранного предприятия компании. Эти и другие события вы можете посмотреть на нашем сайте media.nknh.ru Также не забудьте посетить наши группы нефтехимедиа ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Будьте в курсе происходящего. А мы продолжаем. Полицейские в двух районах республики изъяли незаконное оружие. Так, в Агрыском районе у 56-летнего, ранее судимого жителя села Красный Бор, нашли обрез двухствольного охотничьего ружья ИШ-Б-46 16-го калибра. А в Тукаевском районе у неработающего 45-летнего жителя поселка Нефтебаза изъят стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм. В МВД России разыскивают 46-летнего казанца Эдуарда Даутова, который причинил ущерб на сумму более 60 миллионов рублей. Он занимался сбором денег доверчивых граждан, обещая высокие проценты под предлогом игры на финансовых рынках. Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан по данному факту 5 января 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления мошенничества в особо крупном размере. Заявления поступили сразу от нескольких граждан, которые передали свои сбережения Эдуарду Даутову. Он предложил им вложить их под нереально большие проценты под видом игры на биржевых площадках через инвестиционные компании. Представляясь трейдером, он подписывал с клиентами договоры доверительного управления финансовыми средствами, которые фактически не имели никакой законной силы, так как играть на бирже имеют право только юридические лица. В качестве страховки вложенных денег подозреваемый заключал еще договор займа, согласно которому он имел право, используя в торгах, только 10% от предоставленной суммы. Таким образом он якобы гарантировал возвратность основной части денег. В общей сложности потерпевшие передали Эдуарду Даутову порядка 60 миллионов рублей, от 4 до 20 каждый. По истечению сроков злоумышленник деньги, естественно, потерпевшим не вернул. У нас есть целая группа компаний, которые вкладывали денежные средства в этого так называемого брокера, которого можно сейчас называть черным ли брокером. К сожалению, у них не хватило, я так понимаю, подготовки и вот этой гражданской правовой грамотности для того, чтобы обложиться необходимыми документами. А те документы, которые были, естественно, составлены в большом количестве, договора доверительного управления, договора займов и так далее, оказалось, что они в поле деятельности законов о финансовых рынках не работают. По уголовному делу признаны потерпевшими четверо граждан. Однако есть основания полагать, что их значительно больше. В настоящий момент еще трое написали заявление в полицию о причиненном им ущербе в 40 миллионов рублей. Все, кто пострадал от действий Эдуарда Даутова или имеют информацию о его местенахождении, просьба обратиться в МВД по республике Татарстан по телефону, указанному на экране. На скамье подсудимых в скором времени окажутся двое уроженцев Кургана. Полицейские Татарстана задержали кибермошенников, похитивших более миллиона рублей с банковской карты жителя Набережных Челнов. Хищение происходило с помощью подложных документов и специально разработанных вирусных программ. Оперативники злоумышленников задержали. Правда, сделать это было нелегко. Просто так сдаваться никто не собирался. Добровольно открыть дверь хакеры не захотели. Пока одни ломали железо снаружи квартиры, другие ломали железо внутри, пытаясь избавиться от улик. В частности, топили сим-карты в унитазе, ломали сотовые телефоны, а зарегистрированные на подставных лиц банковские карты они попытались уничтожить в микроволновой печи. Тем не менее, полицейские обнаружили достаточно доказательств преступной деятельности задержанных. Оперативники не исключают, что одним этим фактом криминальное деятельность злоумышленников не ограничивается. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотрено частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время оперативники проверяют фигурантов дела на причастность к аналогичным преступлениям, а также устанавливают личности возможных сообщников. На сегодня это все. Делайте выводы сами. И помните, что от действий различного рода аферистов и мошенников на 100% никто не защищен. Я желаю вам всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. Я был Златковский. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok